Наш эфир продолжает программа Леона Вайнштейна «Голос здравого смысла». Здравствуйте, Леон. Добрый день. Не кажется ли вам, что в последнее время, законы, которые уже один принят, так называемый Rescue Plan, и очередное предложение, первая часть плана ЗИЦ-председателя о выделении чуть более 2 триллионов долларов, и все это продается под лозунгом «Восстановим инфраструктуру, отремонтируем мосты и дороги». Что это такая часть плана по разорению или по обанкрачиванию нашей страны? Да, конечно, кажется. Это, я думаю, кажется любому человеку, который немножко задумывается над тем, что происходит. Потому что, почему я говорю, немножко задумывается, я давно уже знаю, что тому, чего учат в наших школах и колледжах, в университетах, это как раз не задумываться. То, что всегда делалось, то, из-за чего там начали возникать университеты, это как островки такой критической свободной мысли, где все было под вопросом, где обсуждалось, высказывались мнения, сталкивались мнения, и таким образом еще говорили, что, так сказать, из спора рождается истина. Сегодня общество уже много лет воспитывается следующим образом, что если ты спрашиваешь, просто спрашиваешь что-то, что идет в разрез с установками, полученными сверху, то ты становишься врагом, плохим человеком. Тебя надо топтать, выгонять из студентов, выгонять из преподавателей, из жизни выгонять, не дать тебе возможность слова сказать, ни о кого и прочее. Если вы помните, совсем недавно за вопрос о том, а действительно у нас были честные выборы, ну просто вырубали людей, в том числе и меня тоже, вырубали с всяких social networks, то, что называется, так сказать, ютюбов, фейсбуков и тому подобное. То есть, идея современного общества, как его строили уже много лет те люди, которые захватили у нас власть во всех социальных структурах, включая университеты, газеты, социальные сети и тому подобное, идея случилась в следующем. Вы не имеете права не только высказывать противоположные мнения, но и спрашивать нас о мотивах или о правильности нашего действия. То есть, даже это запрещено. И вот, к вопросу, к этому, народ безболвствует, народ не спрашивает. И труды своей статьи, и тому под брошюру, и тому подобное, в тот период. Он говорил о том, что самым большим врагом счастливого будущего, я пытался вспомнить, как он назвал, я не помню точно, назовлю им счастливого будущего, является средний класс. По той причине, что среднему классу нравится то, как он живет. Даже если, знаете, если даже 90% здесь средний класс, то, значит, его надо уничтожить. Уничтожить физически его очень сложно. А нужно его, говорил Маркс, обескровить. Что такое кровь среднего класса? Это деньги, которые они зарабатывают, мы с вами. И почему, значит, деньги такой большой враг революции? А дело в том, что когда у человека есть деньги на то, чтобы прожить завтрашний день, еще немножко остается, то он перестает нервничать по тому поводу, что произойдет завтра и что пройдет с ним. И начинает задумываться о том, все ли хорошо в его жизни. И второе, если ему приходит к выводу, что не все хорошо, он начинает этими деньгами субсидировать, скажем, тех политических деятелей, или тех людей, которые будут выражать его чаяния. А чаяния среднего класса обычно это дайте мне свободу торговли, дайте мне свободу слова, дайте мне свободу передвижения. Не приставайте, я готова платить какую-то там сумму за то, чтобы вы меня защищали внутри, там, снаружи и прочее. А в остальном вы от меня отстаньте. Ну, естественно, бюрократия всех времен и народов, она хочет, чтобы сколько хочет, столько и возьму. А ты молчи. Ну, как вы говорили только что, так сказать, мы тебя доим, а ты, так сказать, только покряхтывай от удовольствия. Значит, вот сейчас мы находимся в ситуации, при которой дорвались люди, те, которых я могу назвать неомарксистами, они сами себя называют другими словами, там, прогрессивисты, там, либералы, украли слова, глобалисты, там, и тому подобное. Ну, они на самом деле неомарксисты и фашисты. То есть, такое вот смещение Маркса с Дуча Муссолини. Которые понимают, что для того, чтобы получить то самое, о чем они всегда мечтали, а именно абсолютную власть, абсолютная власть-то означает, что тебя не могут из этой власти уволить. Политиков сегодня можно переизбрать. Да, там, бюрократа, можно там, если он там плохо работает, выкинуть. А даже крупного, там, условно говоря, олигарха, да, и то возник кто-то другой, там, когда-то был Кей Март, и кто-то им владел. А сейчас Кей Марта нет, потому что возник Бесос, который, так сказать, как бы интернет возник, который выкинул руководителей Кей Марта из их сытой жизни, и они перестали получать свои доходы. Так вот, Безос и Ижи с ним не хотят, что с ними поступили бы точно так же, и пытаются вместе с бюрократией и политиками создать некий вот такой вот слой сверху, который бы нельзя было сменять. То есть, такое дворянство, ну, в Советском Союзе называли номенклатурой. Номенклатуру нельзя было, попал туда, все, нельзя было выкинуть. Вот они пытаются создать номенклатуру с помощью запугивания населения, скажем, ковидом, да, запугивая население там чем угодно еще, а Трампом, например. Дальше под пыткой отнять у среднего класса деньги, чтобы мы не могли сопротивляться. И последнее, это создание системы полной слежки, когда ты в любой момент под контролем, и ты в любой момент можешь оказаться, тебя могут отрезать от денег, потому что деньги они хотят отнять у нас и сделать только электронные деньги. Более того, они могут отнять у тебя детей тоже за то, что ты плохо себя ведешь. А как они узнают, что ты плохо себя ведешь, это, значит, постоянно 24 часа в сутки полная прослушка, запись того, что ты делаешь, говоришь на телефоне, дома, рядом с телевизорами, рядом с телефонами, посылаешь по имейлу, пишешь там и т.д. и т.п. Они даже знают, куда твоя машина ездила, где ты бывал, в каких ресторанах ты беседовал, кому ты давал какие-то деньги на благотворительность. То есть, о тебе знают все, и как только возникает некий красный флажок, даже не людям, а компьютеру, да, то компьютер автоматом возник, там красный флажок с цифрой, там, 38. Компьютер тут же тебе отрезает, скажем, твой доступ к деньгам. Вот прыгай на три дня, скажем, сейчас они меня и других вырезают на три, там, на семь дней от, ты самый, от Ютуба. А так они будут тебя денег отрезать на три дня, на семь дней, на месяц. И вот иди живи, а после этого тебя снова вырубают. Ну и подумаешь 28 раз, прежде чем что-то говорить или делать против того, что правительство хочет. Правительство, я имею в виду вот конгломерат тех трех сил, о которых мы только что рассуждали. Так вот, да, идет планомерное разорение страны среднего класса, идет планомерное забрасывание в эту страну сотен тысяч и уже миллионов абсолютно людей, не приспособленных жить в нашем обществе, с другой культурой, с другим пониманием, ничего не умеющие здесь, которые, надо, два-три поколения, чтобы ввести их, там, по крайней мере, в минимум того, что происходит, там, в 21 веке и будет происходить в 22. То есть, идет попытка разбить общество, идет попытка разбить семью. Если вы знаете, уже в черных, так сказать, черного землячества, в черном, там, я не знаю, это, как сказать, там, African Americans, да, у них, в их, так сказать, части населения, 72% детей рождается вне брака, то есть без отца. Значит, раньше у Латино это было 13-16%, сейчас уже дошло до 50%, то есть, идет полная, так сказать, попытка раздробить семью, идет попытка уничтожить церковь, в основном, религию, не церковь даже, в основном идет удар по христианской и иудейской, потому что они, это религии, в общем, свободы, по большому счету, то есть, исполгай там всякие правила, верь, делай определенные вещи, но при этом дух твой свободен. А мусульманская религия когда-то была такой, сегодня она захвачена, с моей точки зрения, фанатиками и действует каким-то другим образом, поэтому против нее, так сказать, нет такой войны, тем более, что мусульмане здесь большая помощь, мусульмане или исламисты, большая помощь в разорении страны, в превращении ее в что-то другое. Ну, а как только они справятся с Америкой, то, естественно, пойдет процесс по всему миру, он уже идет по всему миру, но Америка, это, как сказал в 2000 году Сорос, во время своей лекции в NYU, значит, последнее препятствие на пути построения справедливого будущего, это Соединенные Штаты Америки. Вот, похоже, что глобалистам удалось добраться до, значит, руководства Соединенных Штатов Америки, и сейчас они пытаются разорить, разрушить изнутри эту страну для того, чтобы потом привести ее и весь мир вот в то состояние, о котором я говорил, когда есть две группы населения, одна слуги народа, а другие народ. Слуги народа, так сказать, которые пользуются всеми привилегиями, у них все есть, а народ, он мычит и его доят. Вот приблизительно, что я могу ответить по этому поводу. Вы упомянули о том, что за нами тут, так сказать, про нас все знают, что мы делаем. Ну, в Китае это сформулировали, там есть программа, где оценки дают социальные и так далее, то есть, есть целая шкала. Поговорил мне с тем, сказал мне... Ну, у нас такая шкала, она теоретически создана, правда, для другого, но, знаете, всегда там создает атом, да, так сказать, там, а он используется и для того, чтобы электроэнергию давать, для того, чтобы взрывать. Так вот, шкалу такую давно придумали, создали, вся информация о человеке собирается, это называется шкала, значит, твой рейтинг, кредитный рейтинг, да, там, у человека может быть там 430, тогда ему никто не даст никакого взаймы, ничего, если он придет покупать машину, там, то ему там заставят 75% платить наличными, остальные 25, там, под кошмарный процент. Если у него 860, как у Буша, там, младшего, да, то тогда ты приходишь и тебе мечтают дать, так сказать, автомобиль, говорят, да не надо в ваших денег, просто подпишитесь вот здесь и еще под очень хороший процент дают. То есть, все создано, сейчас просто надо это, просто повернуть ручку и перевести на другое, а именно, значит, ты что-то такое сказал или ты там уехал, попытался выехать за пределы там 100 километров или там 70 миль от того места, где ты живешь, бум, с тебя снимают очки, там, ты там что-то кому-то сказал по телефону плохое там о власти, бум, с тебя снимают очки, там, ты пытался что-то там поехать куда-то, встретиться с кем-то, с кем начальство не хочет, чтобы ты встречался, бум, с тебя снимают очки. И момент, когда ты там, условно говоря, дошел там до 600, там, из тысячи возможных, да, у тебя на день перекрывают или на три дня перекрывают все источники питания, информации, просто интернет вырубают дома, через три дня вырубают обратно и, так сказать, вот так, понял? Значит, веди себя прилично. Значит, все будут вести себя прилично сразу же. На NBC фамилия этого Энкермена Холт, если я не ошибаюсь, Холт, по-моему, да, так вот он говорит о том, что fairness overrided, то есть справедливость как бы переоценена. И дальше такая пространная речь по поводу того, что не следует давать одинаковое время, вообще время на, в эфире или там в соцсетях предоставлять платформу для тех, кто говорит какие-то вещи, которые не соответствуют по его мнению, я не знаю ли почему-то, мнению действительности. Другими словами, если вы, не дай бог, сомневаетесь в том, что, вот как вы сказали, что выборы прошли честно и справедливо, то вы должны быть отключены от микрофона, от платформы социальной и так далее. То есть об этом нельзя говорить, это представляет угрозу для нашего общества. Или вы сомневаетесь в действиях, там, скажем, главного эксперта по ковиду, доктора Фауча, вот у меня сейчас YouTube услышит слово ковид, и нас, похоже, поставят на проверку месяца на полтора, то вам тоже не следует, потому что это представляет угрозу для нации. Другими словами, он не просто оправдывает, он призывает к тому, чтобы голоса диссидентов были, да не диссидентов, а здравомыслящие голоса, несогласные с линией фашистской партии, должны быть замютаны. Нечего делать, потому что вы вносите раздрай и сомнения. А у них вообще то, что они праву, политику, идеологию, которую они внедряют в жизнь, это идеально, это единственная верная политика. То есть нас нужно отключить от любого средства массовой информации. Вот о чем говорят, о чем это национальное телевидение. Майк, по-моему, Майк Холт его зовут. Вот так, ни больше, ни меньше. Да, если бы кто-то из начальства или его коллег и прочее был бы с ним не согласен, то это было бы озвучено, что там Майк, он высказал свое собственное мнение, которое, так сказать, к мнению NBC, CBS, NBC и прочее, не имеет никакого отношения. Ну, все было бы тогда, все на месте, есть такой вот сумасшедший. Правда, зачем выдержать в качестве диктора непонятно, потому что если он журналист, он должен быть двумя руками, теоретически должен быть двумя руками за то, чтобы была свобода слова, там, свобода писать, свобода собираться, свобода, 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 свобода. Как только человек говорит, что если сказал что-то, что мне не нравится, я должен иметь право тебя вырубить, это не совсем называется свобода, но они считают, что свобода нужна только для того, чтобы они имели право говорить. И когда они в меньшинстве или они там в оппозиции, тогда, значит, нужна свобода всем и одинаковая. Как только они стоят во главе, то сразу же необходимо эту свободу уничтожать. Это прискорбная ситуация, но она происходила уже 37 раз в 20 веке на территории земного жара. И моя проблема, на самом деле, с тем, что, когда я разговариваю с людьми с той стороны, и не пытаюсь их ни в чем убедить, и не пытаюсь сказать, что они неправы и прочее, я просто выясняю, как они относятся к тому, что доктора Зиуса выкинули из библиотек, и больше нельзя его там читать, покупать и тому подобное. Они мне говорят, ну да, это, наверное, они, наверное, но он же писал то-то и то-то. А на мой так тихий вопрос о том, что, вы знаете, там немцы сжигали книги, я говорю, ну они же сжигали книги. То есть, сжигать книги, чтобы горело и чтобы был огонь, это плохо, а уничтожать книги, это нормально. Кроме этого, тоже делали немцы, они были фашистами, а это делаем мы, мы же хорошие, фашисты были плохими. А фашисты считали, что они хорошие. Или когда, например, разговариваешь там с молодым поколением, и говоришь, ребята, вам все нравится, то, что вот запрещают этим людям выступать тем. Говорят, но они же врут. Поэтому проблема заключается в том, что мы упустили два, а может уже три поколения тех, ну тех, кто идет учиться, тех, кто получает там всякие там степени. И т.д. и т.п. Есть люди, которые потом идут управлять государством, влияют на это государство в малых местах, в больших местах, на всю страну, на часть страны и тому подобное. Ну а это тот слой, который оказывает влияние на развитие общества. И вот, к сожалению, его мы абсолютно упустили, и мы пожидаем плоды. То есть явные признаки авторитаризма, и это не смущает сторонников демократической партии. Мало того, скажем, люди, в том числе и русскоязычные, особенно русскоязычные, которые поддерживают и голосуют за новофашистскую партию, которая называет себя демократической, они называют нас совками, а Трамп Гитлер. То есть они не видят, что происходит, или не понимают, или их это устраивает вполне. Любые методы хороши. Устраивает. Им нравится встраиваться в систему, я думаю. Значит, вот, я пытался с людьми общаться, которые говорят, что Трамп Гитлер. А что он сделал такого, чтобы он заслужил вот такой вот там, то есть фашист, Гитлер, там, узурпатор, тиран, там, и тому подобное. И мне все время говорили, что, а он сказал, я говорю, да, он сказал там что-то такое, что, может, вы не поздали, я не понял. Скажите, а сделал он что? А вот он собирался, ну, окей, собирался, да. Он четыре года был у власти. Скажите, что он сделал? И вот я за десяток таких разговоров, каждый раз, там, оно прерывалось с возмущенным с той стороны, а я так и не добился ни одного раза, что же сделал такое Трамп, чтобы его можно было называть фашистом, Гитлером, там, грозить, так сказать, нерюнбергским процессом и тому подобное. То есть, я не для того, что я сейчас не про Трампа. Людей уговорили до того, что они не только эмоционально воспринимают, да, они еще не готовы принимать никаких, обсуждать. Может быть, я не прав, откуда я знаю? Да, может, действительно сделал чего-то, да. Но пока что ни разу не было возможности рационально обсудить. Вот в лучшем случае, мне человек говорит, я проверю то, что ты говоришь. Ну, как же, это вот давай сейчас проверим. Я проверю. То есть, они не хотят идти на то, чтобы, не дай бог, выяснилось, что они неправы. Настолько глубоко, эмоционально это вбито в сознание этих людей. И это вот, вот все вот это жутко удручает, потому что, на самом деле, я вижу, куда нас пытаются тянуть, и куда радостно это стадо идет. То есть, когда CNN призывает закрыть Fox News и Newsmax, это нормально. Когда Холд говорит о том, что действительно нужно, так сказать, лишать возможности другую сторону высказывать свое мнение, говорить, потому что это несет угрозу, это нормально. А когда Трамп объявляет о том, что он хотел бы открыть свою платформу, социальную, так сказать, платформу для тех, кто придерживается здравомыслия, то Трамп фашист, а мы все тоже фашисты и расисты, потому что вот, и совки при этом. А вот то, что они пытаются заглушить, лишить права говорить, что обеспечивает нам, казалось бы, Конституция, это нормально, это устраивает в том числе и русскоговорящее леворадикальное отребье. Их это устраивает. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день. Добрый день. Во-первых, я хочу сказать вам здравствуйте обоим. Долго-долго здравствуйте. И во-вторых, вы знаете, я просто удивляюсь, неужели так много наших, извините, идиотов среди русских. У меня таких друзей в моем окружении, соседей нет. Так что... Нам повезло. Ну, на самом деле, среди нашего... Спасибо большое за ваш звонок. А среди русскоязычных, примерно нашего возраста, таких, к счастью, совсем немного, потому что люди, в основном, все-таки прошедшие через прелести коммунистического рая, понимают, к чему это ведет и чем это грозит. А вот, скажем, уже следующее поколение, тех, кого привезли сюда, ну, некоторые уже в зрелом возрасте, в 16 лет уже, казалось бы, могли понимать. Нет. Таких примеров сколько угодно. А уже те, кто родился здесь и прошли, так скажем, школы американские, колледжи и университеты, среди них, по-моему, большинство тех, кто, так сказать, поддерживает неофашистскую партию и разделяет ее идеалы. К сожалению, это так. Это не только касается нашей общины, это же касается и кубинской общины. Статистика говорит о том, что те, кто приехали сюда, убежали с куба в более-менее зрелом возрасте, они придерживаются здравого смысла и голосуют за республиканцев. А уже новое поколение, прошедшее университеты, все, это потерянное поколение. Есть еще такая категория людей, которые поехали, две категории. Одна поехала сюда за халявой, потому что они слышали, что здесь там много дают и легко заработать, вообще все очень легко. Они приезжают сюда, и основная задача их сесть точно так же на ничего не деланное на получение денег, но значительно большее количество денег и благ, чем они получали в России, в Советском Союзе и тому подобное. А вторая категория людей, которые поехали сюда, ну, скажем, совершенно не потому, что им не нравилось что-то в устройстве Советского Союза или в бандитском устройстве нынешней России, а просто потому, что там было плохо, там, голодно, там, что-то еще, либо там показалось, что здесь лучше там. Они приезжают сюда, они обустраиваются. Эти дают, те не дают. За кого надо голосовать и за кого надо кричать? Кричать за тех, кто дает. Их все устраивает, все прекрасно, наплевать, так сказать, вот у кого-то там много денег, он заработал, их и плевать, что он их заработал, пусть, так сказать, пусть от него отнимут и мне дадут. Вот. Так что, и это приходит же, ведь это не происходит в голове так, вот, чем же себя оправдывать, он же не считает, что он плохой, он считает, что он хороший. То есть, он под это вот просто желает зависти по отношению к кому-то другому и желает его отнять, он подкладывает некую идеологию, что там кого-то эксплуатировали или честнее так будет там, или все равно налоги должны, я когда говорю с людьми, я говорю, у меня отняли там денег, кто отнял? Я говорю, ну как, кто? Вот пришли дяди, отняли, сказали, что меня посадят в тюрьму, если я не запишу. Так что, а налог как говоришь? Да. Так это же налоги. Я говорю, секунду, а налоги это что? Вот сегодня налоги были там столько-то, а завтра пришел дядя какой-то, почистал в голове и удвоил их, как Байден, так сказать, собирается делать. Да, но это налоги. Нет, не налоги, это называется грабеж. Просто грабеж, который делается это от имени, что называется, по поручению большого количества миллионов людей, которые хотят у тебя что-то отнять и себе забрать. Вот. И еще один момент я хочу добавить к тому, что мы говорили. все уже знают, я думаю, кто слушает радио и прочее, что я с группой людей, мы готовим некий веб-сайт, платформу, портал и тому подобное для того, чтобы можно было спокойно разговаривать, не бояться, что тебя вырубят. Значит, ну вот, и у нас все время оно немножко откладывается. Почему откладывается? Сначала мы на примере одних людей выяснили, что как только Амазон или кто-то другой хочет тебя вырубить, если ты пользуешься их там порталами или какими-то инструментами и прочее, они берут и тебя вырубают. Не важно, от какой у тебя был договор, мол, иди суди меня. Значит, надо было срочно переписываться, убирать все серверы из Америки. Потом, значит, там, две-три недели тому назад мы уже достаточно близки к выходу, обсуждаем с техниками о том, как там обезопасить это, то и вдруг кто-то говорит, о чем мы вообще говорим? Мы же там в GoDaddy записаны, у нас имя нашего, так сказать, бизнеса портала, там, так сказать, domain name, то, что называется. Я говорю, ну и что? Ну как же, ну и что? Они, говорит, только что взяли и сообщили, что они будут отнимать уже проданные и записанные у них имена вот домейнов у тех людей, которые лгут. Бум! Значит, сразу же нужно немедленно думать о том, как закрывать все имена у них, перетаскивать имена, названия и тому подобное куда-то в какие-то другие страны. Я там в Исландию перетащил, например, основной наш сервер и основной, так сказать, мы уже поменяли имя с reality TV tube, уже поменяли это, это теперь будет камертон, а не reality, да? Вот. То есть, пришлось какие-то вещи проделывать просто, потому что ты понимаешь, вот они на тебя доберутся, им совершенно наплевать на закон, на конституцию, на договоренность, на договор, на коммерческие обязательства, на имя свое честное, на все совершенно наплевать, лишь бы тебя прикрыть. Поэтому, сидя в Америке, я пользуюсь, вот мы пользуемся, уже там четвертый раз переписываем все, услугами и возможностями, которые представляют там страны, в которых, оказывается, свободы осталось намного больше, чем здесь. Таким странам относятся там Швейцария, Норвегия, Исландия, там, Румыния даже, даже в Румынии больше свобод, чем в Соединенных Штатах Америке. Представьте это себе на секундочку. И это жутко удручает. Сережа, 34 минуты, и поэму нам надо послушать обязательно, что наши спонсоры нам говорят. Обязательно, но по-прежнему есть звонки. Господа, давайте, вот после рекламной паузы мы обязательно примем все ваши звонки, ответим на все ваши вопросы, но только после рекламы. Возвращаемся в программу Леона Вайнштейна «Голос здравого смысла». Телефон в студии по-прежнему 847-4-0-0-5-2-0-0. Леон, как я обещал, давайте все-таки примем звонки. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Да, ну вот, Трамп, фашист, а какие факты, какие долги, а какие примеры? А, замолчали? А теперь назовите демократов фашистских. И вообще, кто кричит «Вора держи»? Фашисты, привет за цепь. Бориска опять таблетку потерял с утра. Ну, случается, сожалею, я сочувствую. Ну, хотя бы, ну, пару примеров человеку, да. Что такое фашизм? Фашизм это, ну, я не имею в виду классическое, так сказать, то, что Дуча придумал, а то, что мы понимаем под словом фашизм, да. Например, это когда я смотрю на общество и вижу расу, да. И одной расе я предлагаю дать что-то больше, а другой расе я предлагаю дать что-то меньше, вне зависимости от того, какой это человек, что он сделал и прочее, просто потому, что он придержит к этой расе. Значит, просто для понимания звонившего, ну, вот в данный момент, если просто раздавались голоса, то, скажем, ну, в штате Вермонт вакцину будут давать сначала черным и нейтивс, вне зависимости от их возраста, да, а белым будут давать после того, как все черные и все нейтив-американс ее получат. Хотя, так сказать, всем известно, что, опять, я не уверен, что вакцина это хорошо, я сейчас не об этом говорю, да, я говорю о подходе, а в то время, как они же сами говорят, что вакцина нужнее всего для людей старших 60, потому что они самая высокая группа риска. Тем не менее, решили в Вермонте, что они будут делать вот таким образом. при прочих равных оценках в университет черных принимают, а белых нет. Почему? Потому что у них цвет кожи черной, да, это я только в одну, в расизм пошел. Значит, когда черные организовывают месяц черной прайд, черной гордости, да, то это нормально воспринимается, а если я сегодня начну организовывать месяц белой гордости, то меня обвинят в расизме и, наверное, будут правы. Расисты и те, и другие, просто одних обвиняют, других нет. Это просто малая часть и по одной теме. Я не хочу тратить время всех на ответ, в общем, слегка, с моей точки зрения, не очень вменяемому человеку, потому что он был вменяемый, он бы там не только то воспринимал, что ему хочется, а просто воспринимал факты, но он делать не хочет, поэтому он невменяемый, с моей точки зрения. Вот. Может, он втемяемый. Я бы отослал его к книге Джона Голберга о либеральном фашизме. там подробненько с примерами все объясняется. Он, конечно, не умеет читать по-рубиску. Ясно. Ну, бывает. Добрый день. Добрый день. Леон, у меня к вам вопрос, о котором вы очень кратко говорили в своем выступлении о введении криптовалюты по всему миру. Я недавно читал статью, которую опубликовала Кристин Лагард Кристин Лагард. Она, вы знаете, безусловно, она президент Международного валютного фонда и президент Европейского Центрального банка. Она после встречи с нашими финансовыми запробелами опубликовала статью, в которой четко сказала, что через 4 года по всему миру будет только цифровая валюта. Но я не имею в виду, там, биткоин, спекулятивные дела. А реальные цифровые валюты и бумажные деньги, прежде всего, доллар, они просто превратятся в какой-то артефакт прошлого. Можно будет и не сено отклеивать. Если у вас есть какая-то подробная информация, будьте любезны, прокомментируйте, пожалуйста. Неделю тому назад я прихожу в Федекс, Федал Экспресс, и там нужно было что-то очень небольшое. Я обычно, честно говоря, всегда карточкой плачу, это удобнее, и прочее. А тут что-то у меня оказались какие-то доллары в кошельке, я решил заплатить. Мне в Федерал Экспрессе сказали, что они сожалеют, но они денег не принимают. Я говорю, как-то, мы в Америке, да, но это же американские деньги, да, потому что не можете их взять. Нет, говорит, нам начальство приказало, и мы больше никаких денег, это нам удобнее, и удобнее вам, и лучше вам, и прочее. Значит, вполне возможно, что это им удобнее, вполне возможно, что это лучше кому-то, но только это абсолютно прикрывает всякую возможность нам накопить какое-то количество денег, без того, чтобы это было не под момент перекрыть, немедленно перекрыть ручеек, и эти деньги у нас отобрать. Значит, нынешнее правительство, у меня нет дополнительных фактов, я читал статьи, я в курсе, я знаю, что в Давосе об этом говорили, вот, а идей несколько, первая идея, как я уже сказал, это полностью изолировать нас от источников существования, и таким образом не нужно будет нас сажать в тюрьмы, содержать, в тюрьмах там что-то делать, какие-то вулаги и тому подобное, просто, очень просто, просто нас полностью вырубают от источников существования, и этим наказывают. После двух-трех таких наказаний, 99% людей, которые пытались что-то делать, перестанут это делать, а тот там один или там ноль на целое процента, которые продолжают быть сумасшедшими и дергаться, вот их можно будет там каким-то более серьезным образом уже там ограничивать, полностью выключить интернет, не дать им возможность ни телефона, ни телевизора, ни утюга, чтобы они включали и тому подобное. Да еще и оказались в полной изоляции, потому что как только человек подходит к тебе и протягивает тебе руку, у него тоже выключают телевизор, утюг, интернет и тому подобное. Значит, мы идем семимильными шагами в очень интересное общество, интересное с точки зрения ботаника, с точки зрения жизни в нем оно не будет интересным. Но эти люди, которые нам это пытаются устроить, они обещают нам очень комфортабельную тюрьму. Но очень комфортабельную. Давайте принять следующий звонок. Добрый день. Здравствуйте. Уважаемый Леон, большое спасибо за ваше усилие по созданию платформы. Мы надеемся, что скоро можно будет ею пользоваться. Единственная просьба большая. Не могли бы вы проинформировать ну как бы компанию Трампа о возможных так сказать опасностях, о которых вы говорили? Потому что я не уверена, что они это знают и не хотелось бы, если он это откроет, чтобы его на завтра же закрыли. А чем больше будет платформ, тем, мне кажется, им будет труднее с ними бороться. Спасибо большое. спасибо вам за звонок. Ну, я хочу вас уверить, что люди Трампа прекрасно знают о том, как закрыли Парлоп, как действует GoDaddy и тому подобное. И у них есть значительно больше возможностей, чем у меня, которые действуют с помощью волонтеров или каких очень мило это, но очень маленьких естественно пожертвований, ручеек вместо реки, на которые надо что-то покупать, что-то делать, каких-то специалистов использовать, которых у нас нету и тому подобное. И, конечно, Трамп все это делает. А второе, у меня нет никаких прямых выходов на людей Трампа, я очень надеюсь, что возникнут, как только мы запустим эту платформу, мы будем всеми силами к ним пробиваться для того, чтобы предложить кооперацию. А им, республиканцам, если среди демократов будут люди, которые консервативные и захотят бороться с этим кошмаром, мы с удовольствием и с ними будем кооперироваться с кем угодно, потому что мы не за политическую партию, мы, я и все те, кто со мной работает, мы за то, чтобы вернулась обратно свобода. А свобода имеется в виду, ну, как, так сказать, приписывают Вольтеру, я не согласен ни с одним словом, которое ты сказал, но я готов умереть за твое право эти слова произносить. Ну, может, там не умереть, но, по крайней мере, не мешать. Вот это то, что мы хотим, чтобы вернулось. Понимаете? А это, думаете, у нас сейчас есть свобода собрания? Нет. У нас есть свобода собрания. Вы хотите выйти на демонстрацию? Вам не дадут. Вы хотите протестовать? Вы хотите какую-то акцию делать? Никто вам не даст. Почему не важно сейчас? А, ковид у нас, мови, так сказать. Нужно будет, цифры перелетят наверх и помрет еще какое-то количество людей. Нужно будет, они перестанут умирать. Потому что, на самом деле, реальность не важна. Важна пресепшн, то есть, то, как эта реальность освещается, как люди думают. Прикрыть, как губернатор Нью-Йорка делал со своей статистикой, убивал людей, а сам статистику показывал совсем другую. Единственное, почему на него сейчас наехали, это потому что его, так сказать, его помощники сообщили, что он думает о том, что он в 24-м году пойдет на президента бороться. Ну, и тут же вдруг выяснилось, что 28 женщин он изнасиловал, что он убивал, что он то, что он все. То есть, его же собственные люди по той же самой, абсолютно по той же самой схеме, что Кавано, они его топят. Ну, вот он топит. Наш калифорнийский губернатор что-то такое вякал, его начали топить. Он тут же пошел на попятную. Перестали топить. Значит, существует и реархия, в которой существуют сегодняшние вот эти, так сказать, назовем их демократами, да, неофашисты, там, марксисты, неомарксисты, и существует то, как они действуют. Все об этом знают. Все об этом знают. Давайте, примем следующий звонок. Добрый день. Добрый день. Леон, вы давно не рассказывали про кремлевского агента Навального, как он там в санатории отдыхает под Владимиром, как его там хорошо встречали. Я думаю, что у нас достаточно тем своих сегодня. Если человек хочет, я могу в двух словах ответить. Мнение о том, что Навальный это, значит, один из вариантов, который разгрывает КГБ, у меня никак не поменялось. Давайте, примем следующий звонок. Добрый день. Добрый день. Слушаем. Алло. Спасибо большое, что взяли мой звонок. У меня хотелось бы спросить Леона его отношение к такому вопросу, который разгорелся сейчас в республиканской партии, здесь делан Гейтса. Не кажется ли вам, что Маккарти, как вы же, лидер в этом, майнер, лидер республиканской партии в хаосе, он не поддерживает его? И сравните это, например, как, допустим, Нэнси Полоси поддерживает этого Эрика Свалова, который был обвинен в том, что он спал там с китайской споймой. спиомки. То есть, да, вопрос. Понимаете, такое какое-то, получается, однобокое состояние сейчас, что республиканская партия... Это не новое, это не только сейчас, это всегда так было, как только кто-то из республиканцев на кого-то... Вы помните сенатора Стивенса из Аляски, которого обвинили в том, что якобы ему сделали ремонт в доме, и он за это не заплатил. И он... Его прокатили, он ушел из Сената, а потом прокурор, который на него завел дело, застрелился. Оказалось, что все это чистейшей воды ложь. И его республиканцы со спокойной душой сдали. А сенатор, к сожалению, потом погиб. Еще я хотел бы... Еще есть... Да, я с вами согласен. Еще немножко мне непонятно, как так получается, например, когда объявили голосование, что вот все демократы, как, знаете, как было в коммунистической партии, все за. А вот республиканской, получается, кто-то за, кто-то против. Неужели какой-то нету там, допустим, партийной дисциплины, какой-то демократов, понимаете? То мне напоминают, как бы было в Союзе, и как-то это все удивительно. Вот вы объяснили, вы объяснили, это про образ коммунистической партии. Я понимаю, это все, понимаете, я все понимаю, но как-то так это все, знаете, с одной стороны, куда мы идем, и с кем мы идем, вот вопрос. Понятно. К огромному сожалению, ничего сделать нельзя. Если вводить, с этим, с этим я имею в виду, если вводить так называемую жесткую дисциплину по принципу демократов, то, во-первых, это не вводится за день, это надо десятилетиями строить, выбирать людей, не давать людям, у которых есть независимое мышление, избираться, не давать им денег, выкидывать их, то есть надо растить, растить, растить стадо, а потом получить пусть умное, пусть там образованное и тому подобное, но стадо, которое больше всего боится, чтобы их не наказали их руководители, и чтобы, значит, слева влево, вправо расстрел. А, значит, что мы не хотим, на самом деле, мы хотим, чтобы была нормальная какая-то партия, да, я не хочу сказать, что республиканская партия нормальная, тоже, так сказать, много поменял бы, но вот это там есть, там не подбирают кандидатов по принципу, кто будет нас слушаться, так сказать, и не дают им, или дают, или не дают деньги, хотя, конечно, такое тоже существует, а по тому поводу, будешь ли там отдавать честь моментально, или немножко подумаешь на эту тему. И вот мы хотим, чтобы люди думали сами, как республиканцы, но при этом мы хотели бы, чтобы они голосовали все вместе, как блок, поэтому это сложный момент. Ну и вопрос начался с того поводу Мэтта Гейтса из Флориды, конгрессмена, статья была в Нью-Йорк Таймс, статья на основе анонимного источника из ФБР, что против него ведется расследование, что якобы у него была связь несовершеннолетняя, он ей платил деньги, в общем, А при этом, когда потом по поводу Байдена в Нью-Йорк Таймс приносят с заверениями двух свидетелей, с рассказывающимися фотографиями и прочее, они говорят, что это недостаточно для того, чтобы они могли опубликовать, потому что это не подтверждено. Да, ничего нового в этом нет. Конечно, если мы будем сейчас эмоционально к этому относиться, меня тоже возмущает, да, но надо привыкнуть, господа, все, кончилось, если раньше была какая-то попытка надеть на это лицо какое-то, то сейчас просто больше никакой нет, совершенно плевать. У нас борьба, у нас борьба с вами, поэтому в борьбе, в войне все средства хороши, мы будем вас гномить и гробить любыми средствами, не стесняясь. Как учил, как писал их учитель в пособии для радикалов, цель оправдывает средства. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, добрый день, знаете, немножко я с вами не согласен, знаете, существует демократическая партия, существует эстеблишер, это ли болото республиканской партии. И существует Трамп и Гресс Рот. Понимаете, республиканская партия и ее эстеблишер не имеет отношения никакой республиканской партии. Не надо говорить о том, что там нужно воспитывать, выбирать, посмотреть на ровни, посмотрите на это, на, с Аляски. Можно, в общем, так, настоящих республиканцев, которые в Сенате и в Конгрессе, можно перечислять по рукам. А все остальные непонятно кто, приспособленцы. Поэтому, надо говорить честно, то, что нет республиканской партии, а есть приспособленцы, которые, вот, то вправо, то влево, которые, политические проститутки. Вот так. Спасибо за ваш звонок. Ну, вот, Мэтт Гейтс был таким ярким сторонником политики Трампа и довольно жестко выступал в отношении Лисчейни и так далее. И вот, результат, и вот тут же смешали с грязью. Я, кстати, не уверен, что это помешает его перевыборам или что-то еще. Вроде бы, у него есть материалы и у отца, когда к ним обращались из того же самого ФБР, предлагали, да, перечислить 20 миллионов долларов там, и отец, я не знал, что он, так сказать, богатый человек. И тогда дело займут. Тоже могло быть, так сказать, попыткой просто, так сказать, поймать его на удочку и т.д. Но, насколько я понимаю, все эти записи имеются и возможно, что там прям в другую сторону раскрутятся. Но, опять же, мы не знаем, где правда, где нет. А парень, он симпатичный вроде бы и с идеалами, и с убеждениями, и такой, так сказать, который, когда говорит, чувствует, что там есть какое-то определенное убеждение и желание, так сказать, сделать правильные какие-то шаги. Поэтому я на его стороне и я очень надеюсь, что это полная чушь все. если у человека в 18 связи с 17-летней девочкой, можно, конечно, считать, что она несовершеннолетняя. Я не знаю, когда у него было, была ли, не была ли, была ли и прочее. Но он утверждает, что ничего подобного не было, и я как бы ему в этом смысле верю. Опять, я верю всегда, когда люди что-то говорят, пока не нашли что-то противоположное. И я очень надеюсь, что это не помешает его aspirations и, так сказать, на ближайших выборах. Ну, вот когда вы сказали о материалах, которые есть у них, когда с них вымогали деньги, я думаю, что даже если они есть, это ни о чем не говорит, их под ковер спрячут, об этом не будет писать пресса, об этом не будут говорить по телевидению, ничего, никакого, посмотрите, материалы на Байденов существуют, или там лежали в ФБР больше года, полтора года находились материалы, и мы о них ничего не знали, ничего не слышали, и сейчас он говорит, что да, возможно, это мой компьютер, возможно, да, а возможно, это проделки русских шпионов, возможно, меня просто хакнули, а возможно, у меня его просто украли, и все, а до выборов об этом вообще была тишина, понимаете, к сожалению, на той стороне, ну, во-первых, все средства массовой информации за редким исключением, во-вторых, ФБР, которая превратилась в политическую полицию, не выполняет свои обязанности, все, чем они занимались на протяжении, там, скажем, президентства Трампа, это скрывали преступления, совершенные демократами, и пытались сфабриковать обвинения против Трампа, всевозможные расследования, всевозможные сливы, трудно с этим бороться, трудно, трудно. Леон, к сожалению, время пролетело, как одна минута, спасибо вам огромное, и до встречи в следующий раз. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова